Говорит, что сейчас это такое состояние ухудшения, это общее состояние во всем мире такое. И как раз вот это состояние, именно вот этот предел, после которого уже начинается гнев Божий. Как раз мы дошли до этого предела. Вот, и сейчас будет как раз вот это то, что как раз уже уже то, что Господь помилил, если вы терпел, а сейчас уже будет по правде своей поступать, так сказать, наказывать то, что пришел в то время. Будет война, воины, вот, и мы будем испытывать большие трудности. Говорит, что мы молимся, чтобы, так сказать, русский народ пришел в то свое нормальное состояние, которое было до разрушения, потому что мы общий корень не имеем, вот, и переживаем за положение народа русского. Сейчас международная, так сказать, власть захватили евреи и цель их, чтобы, значит, искренить христианство. Говорит, что сейчас начало, говорит, вот этих событий, вот, ну, тяжелых событий военных, вот, двигателем вот этого зла являются, евреи являются. Америка, так сказать, управляется евреями, вот. Их дьявол, так сказать, понуждает в том, чтобы начать вот это, чтобы уничтожить вот это семя православия в Греции и в России, вот. Для них главная такая препятствия к мировому государству. Вот. И, значит, они понудят турок, вот, все-таки прийти сюда, в Грецию, вот, начать эти свои действия, вот. Вот. И турки, Греция как таковая, хоть она и как имеет правительство, на самом деле она не имеет правительства, как такового, она не имеет силы, не могут быть власть. Турки придут сюда. Это будет момент, когда Россия подвинет свои тоже силы, вот, чтобы отбросить этот турок, вот, вот, такой момент. Но это не должно нас ужасать, потому что мы всегда должны иметь надежду на Бога, потому что так же мы страдали столько тысяч и миллионов мучеников, вот, и наши вот эти новые мученики. Вот. И так же мы должны быть готовы к этому, но не ужасаться. Говорит, если событие будет развиваться, да, значит, что когда Россия пойдет, чтобы, так сказать, это, ну, на помощь, вот, гречи, грецы, вот, в этом, американцы и на НАТО, вот, поправят, ну, воплепят, вот, чтобы не было соединения, слияния вот этих двух православных этих, вот, вот. Вот будут и другие силы, как японцы, там, этих всех, этих самых, вот. И на территории вот этой бывшей Византийской империи будет большой бой, боище. Около 600 миллионов человек будут только погибших. Где-то при этом такая вот цифронная бывает. Будет эта война такая. Говорит, что в этом части приложат большой силой Ватикан, чтобы, так сказать, препятствовать это возрастание православия, соединение. И вот как раз в то время будет полночного неуничтожения как такого Ватиканского, этого самого Ватикана. До самого нуля, там говорится, до самого основания. Так повернется промысль Божий. Будем молиться, чтобы возрождение наше, так сказать, христианство наше, чтобы после вот этой войны, вот этих всех, вот этих, которые нас ожидают, это все, чтобы оно действительно дал нам, так сказать, силы возродить это все, возродиться. Но это пережить надо. А, конечно, может такое искушать. Как быстро в России возродиться? Будет удобно в России? Да. Четона говорит, что вот это вот будет попущение Божие, чтобы было уничтожено вот эти все, вот все, вот эти соблазны, все это, про порнографию, все, все прочее, вот эти наркомании, то все, чтобы уничтожить это, вот, попущение Господом будет. Вот, Господь ослепит так их умы, что они будут уничтожать друг друга с ненасытимостью. Вот эти вот, Господь попустит это специально, чтобы провести очистку. Вот такой вот, большой вот. То есть, Ваши пропустили, он говорит, недолго пробудет это время, и будет война сразу, вот такого, недолго. Но после этого, после этой очистки будет, которая будет большая, это будет большое возрождение, это православие. Вот не только в России, а будет вот по всему этому миру. Большой такой стресс православия. Господь даст так свое благоволение, благодать, как было в начале первые века, вот это вот, когда люди с такой открытым сердцем шли, это говорит, Господь. Это произойдется, приблизительно, 3-4 десятилетия. И потом, ну, быстро наступит эта диктатура про террористов. Это, конечно, это, конечно, ну, конец. Говорит, сказали, что вот эти ужасные события, которые это должны пережить, пусть они нас не ужасают, потому что Господь своих покроет. Да, действительно, мы переживем и трудности, и голод, даже и гонения, и многое такое это. Но Господь своих не оставит. И вот те, кто поставлен в власть, они должны понуждать своих посолных больше, как больше быть с Господом, больше в молитве пребывать. Вот. И Господь покроет, вот. Ну, и то потом, которое будет состояние после того, как вот это пройдет, эта очистка такая, она будет, ну, мы, ну, как бы сказать, возрождение такое большое такое. И то, как бы сказать, что мы, как пастыри, должны как можно было удерживать народа от греха, вот, чтобы действительно благодать Божия от нас не ушла, вот. Чтобы как можно были близже к Богу, к покаянию, к молитве, вот. Вот тогда Господь всегда будет с нами. Даже какие бы ни были трудные обстоятельства, Господь нас не оставит. Ну, чтобы мы сами себя удерживали, и народ себя удерживали. Говорит, что, значит, гнев Божий будет таков, что, значит, все, которые, вот эти, именно вот эти, которые тайные враги, которые, так сказать, создают это состояние, они будут уничтожены. Специально для этого создается гнев Божий, чтобы вот эти, которые, чтобы как-то уничтожить. Грозный ангел заносит карающий меч в ожидании, Решающих сечь, наше имя грозой прогремит за край И наполнит легкие победный клич. Словно ключ святой, наша кровь чиста, Наша сила в истинной вере в Христа. Будет вновь весна, будет вновь рассвет, Веки стали выйдем из горднил обед, Не топтать врагу заповедных мест. Наше имя Русь, наша вера грязь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok